Я не ношу георгиевскую ленточку, потому что у меня родные воевали. Более того, я живу с ощущением близости этой войны. То есть меня воспитывали так, что я, например, когда ем, и когда я вижу какой-то несъеденный кусочек, то я всегда, то есть это практически каждый день, я каждый день вспоминаю родителей, и каждый день обязательно у меня бывает какой-то момент, когда я думаю, вот если бы этот кусочек оказался в блокадном Ленинграде, ну извините, вот такой вот, вот меня так воспитали, и я вот с этой глупостью все время живу. У меня воевало так получилось, что у меня очень много пожилых очень было родственников, и сегодня есть, слава Богу, один живой ветеран в нашей семье, это мой двойный дядя, ему 91 год, он прошел всю войну, и у меня воевала моя родная тетя. Она была секретарем комсомольской организации Северного речного порта, и когда из Москвы бежало все партийное руководство, ее вызвали в Ленинградский райком партии, и дали ей гранату, и сказали, вот тебе первая граната, когда немцы войдут в Москву, взорвешь райком из себя, то все равно еврейка тебя убьют. Значит, и когда немцы не вошли в Москву, она пошла добровольцем на фронт, и довольно скоро ее контузило и выбило все зубы. И она была очень красивой девушкой, по фотографиям это видно, и я ее запомнил, в общем, красивой. И я совсем недавно узнал эту историю, и я представился вот этим ужасом. Девушка молодая, она никогда не вышла замуж потом, которая вот оказалась без единого зуба. И я считаю, что вот за эту ленточку многие люди, они ее зарабатывали на медали «Победы», «Наше дело права», «Прага принятия». Они и очень многих людей, медаль была вообще единственная, хотя они прошли всю войну. И надевать эту ленточку просто как соплю, которая болтается на «Мерседесе». Я вообще-то предлагал для новостям, которые в свое время начали эту акцию, числа 10 мая начать акцию «Сниги» и «Георгиевскую ленточку», чтобы она не болталась, как вот тряпка грязная. Потому что, повторяю, за эту ленточку люди отдавали жизни. И в Первую мировую войну, и во Вторую. Поэтому у меня отношение к этой акции очень, я бы так сказал, у меня, как говоря, амбивалентное.